Привет, друзья! Сегодня в очередной раз поделюсь с вами, а точнее моя ученица и сертифицированный тренер, поделится с вами интересной информацией, интересными исследованиями, которые постоянно проводит та компания, в которой она получала свой сертификат. Это лучшая, на мой взгляд, компания. Алла вам сама расскажет. О чем исследование? Исследование о вечном вопросе. Что лучше, много повторка или мало повторка? Мое мнение вы знаете. Я за периодизацию. Давайте послушаем, что на эту тему говорит спортивная наука. Современная спортивная наука. Привет, друзья! Меня зовут Алла. Я являюсь сертифицированным тренером организации ACE, American Council of Exercise. Это американская организация, которая является одной из крупнейших и самых уважаемых в Соединенных Штатах Америки. Также я давно дружу с Егором, работаю с ним как с тренером год, очень довольна тренировками с ним. Что меня понравилось в исследовании, про которое я хочу сегодня рассказать, что оно во многом перекликается с тем, что мы делаем с Егором. Уже много лет, я не знаю, веков, наверное, задается вопрос, что эффективнее, силовые упражнения или много повторка? Так вот, организация, в которой я обучалась, American Council of Exercise, они постоянно проводят исследования. Заказывают эти исследования сами. В Университете Колорадо исследования проводятся докторами наук, их командой, то есть все очень серьезно. И в дальнейшем они делятся этими исследованиями со своими сертифицированными тренерами, коим еще раз скажу, что я и являюсь. Так вот, недавно получила очень интересное исследование. Исследование проводилось на группе людей, которых поделили на две группы. И одна группа выполняла, назовем это, силовой тип тренинга, 6 недель. Вторая группа выполняла многоповторный тип тренинга. Были определены разовый максимум и пятиразовый максимум для каждой из групп. Группа, которая выполняла силовой тип тренинга, выполняла всего лишь 5 повторений, свой пятиразовый максимум. Это значит, что шестое повторение они просто не способны выполнить. Выполняли всего лишь один подход. Один или два раза в неделю. Вторая группа занималась такое же количество раз в неделю, такое же количество недель, 6 недель, но они выполняли 60, а затем 70% от разового максимума для этой группы, для каждого участника группы. Группа была разная. Участвовали и мужчины, и женщины разных возрастов. Между группами они были соответственно поделены абсолютно однозначно, максимально однозначно, насколько это возможно с людьми, потому что, конечно же, все мы разные. Так вот, что интересно в результате этих исследований? То, что процент жира теряли одинаково все группы. То, что прирост силы был точно так же в двух группах. Но есть и различия. То есть, сейчас казалось бы, что после того, что я сейчас сказала, вы могли бы подумать, ага, так нет никакой разницы между силовыми повторениями или многоразовыми повторениями. Многоразовая группа, кстати, выполняла 10-12 повторений, я это не уточнила. То есть, еще раз, одна группа выполняла одно и подход 5 повторений с максимальным весом, возможным на эти 5 повторений. Вторая группа выполняла 10-12 повторений с 67% от разового максимума. Количество дней и количество тренировок обоих групп было одинаково. Итак, что же, в чем же отличие, да, были ли какие-то отличия? Изначально может показаться, что нет, потому что эффект, положительный эффект был у обеих групп. То есть, какой бы мы делаем, что, ребята, занимаемся многоразовой тренировкой, силовой тренировкой, но однозначно и занимаемся, эффект будет. Но, как быстро этот эффект наступит, вот это интересный момент. Потому что у группы, которая занималась силовым тренингом, результаты были видны уже через 3 недели. У группы, которая занималась только многоповторным тренингом, результаты появились на 6 неделе. Поэтому, если вы хотите достигать больших результатов, быстрее, то можно сделать вывод, что силовой тренинг здесь нам больше помогает. Дальше. Время, потраченное на саму тренировку. Все мы заняты, у всех есть работы, дети, любимые люди, друзья, какие-то еще интересы помимо спорта. И часто времени на тренировку не хватает. Так вот, время силовой тренировки у этих групп занимало 20-25 минут, что очевидно, поскольку повторений не так много. У группы, которая делала много повторений, тренировка занимала где-то 45 минут. Поэтому, делайте вывод сами, да, силовой тренинг занимает меньше времени. Даже, несмотря на необходимые здесь больше интервалы отдыха. Какое еще отличие в этих двух группах? Отличие еще в том, что, если говорить о здоровье, то именно такие показатели, как уровень холестерина, уровень давления, снизились только в группе, которая занималась силовым тренингом. В группе, которая занималась многоповторным тренингом, эти показатели фактически не поменялись. То есть, для здоровья получается, что силовой тренинг, опять же, лучше, да. Но, скажу теперь, это результаты исследования. То есть, вот откуда я их знаю, мне приходит вот такой журнальчик. Я постоянно получаю рассылку от Эйс, где они делятся вот такими вот нововведениями. И это интересно, это здорово, потому что это подтверждает, например, мое сейчас желание работать с весами, прогрессировать в весах, мое желание наращивать свои показатели. Но, согласна ли я с тем, например, да, можно сделать вывод, что нужно заниматься только силовым тренингом? Скажу от себя, и я думаю, что Егор тоже со мной согласится, знаю, что он согласен, что абсолютно нет. Поскольку силовой тренинг – это громадная нагрузка на нашу эндокринную систему, это большой психологический стресс. И это же исследование показывает, что у группы, которая делала упражнения на многоповторку, прогресс был, просто не такой быстрый, да. А что мы знаем, что тише едешь, дальше будешь. Поэтому, что делаю я, и что рекомендовала бы вам, это, конечно же, чередовать, делать периодизацию. Одну неделю делать силовой тренинг с максимальным усилием, дальше делать многоповторку, возможно, вставлять вообще что-то новое в свой тренинг, плеометрику, какие-то функциональные тренинги, кардио, если вы хотите сбрасывать в данный момент жировую прослойку обязательно. И, в общем и целом, получать удовольствие от процесса, от жизни, от себя в спортивном зале. Надеюсь, эта информация была вам интересна и полезна. Если будут вопросы, пишите их под этим видео. Или задавайте мне в моем блоге на инстаграм, внутрикабаде. Вся информация будет под видео. Ну что, друзья, спасибо, поблагодарим Аллу за то, что она предоставляет нам такие интересные исследования. Не забывайте подписываться на ее блог в инстаграм. Там она выкладывает интересные посты касаемо тренинга, питания. И вы можете найти очень много интересной информации. Ссылочка будет в описании к ролику. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео в своих соцсетях. А также обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов. Но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации. Основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать. Вы не будете уставать. Вы не будете упираться лгом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг Факт Фитнес. Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok